Всем привет! В эфире программа «Бизнес онлайн» и я, Сергей Иванов. В эпоху электронных коммуникаций все меньше компаний могут позволить себе не обращать внимания на социальную активность вокруг своего бренда. О способах работы с социальным маркетингом и управлением репутацией мы поговорим с директором по исследованиям компании «Вобот» Павлом Лебедевым. Павел, привет! Павел, я задам пустой вопрос, но тем не менее очень необходимый, потому что нужно ввести наших зрителей в курс дела и в понятийное поле. Чем занимается твоя компания? Компания «Вобот» занимается мониторингом социальных медиа и, собственно, на базе этого инструмента производит анализ активности пользователей в социальных медиа, что люди пишут о разных событиях, явлениях, брендах, обо всем чем угодно. Ну, занимается за такое общее слово, насколько я понимаю, это именно автоматизированный сервис? Да, автоматизированный сервис по поиску упоминаний, по разметке тональности, позитив-негатив, нейтральные какие-то сообщения, плюс анализ информационных всплесков, каких-то параметров эффективности коммуникации, охват, вовлечённость и так далее. Ну и, собственно, тематический анализ, о чём люди пишут применительно к одному бренду, что им нравится, что не нравится, какие темы наиболее актуальны, у кого-то больше привлекает реклама, у кого-то обсуждается цена, ассортимент и так далее. Функциональные характеристики у разных продуктов настолько схожи и настолько неразличимы для такого обычного потребителя, что бренд должен как-то вовлекать людей в коммуникацию с ним. Да, у меня возникает как раз вопрос, что, по большому счёту, если мы говорим об активном взаимодействии с аудиторией, всегда есть уже стандартные метрики эффективности, ну, например, той же рекламной кампании, начиная от самой прямой, от продаж, заканчивая, ну, скажем, всевозможными исследованиями по поводу узнаваемости бренда и так далее и тому подобное. Откуда возникло желание к этим метрикам, главной из которых является, собственно, замер продаж, добавлять ещё такие вещи, скажем, в большей степени эмоциональные? Ну, я покупаю и покупаю там тоже Кока-Колу. Зачем это необходимо? Вот что это даёт клиентам, зачем они этим пользуются? Что им нужно? Или это очень специфическая область, когда мы говорим об исключительном имидже? На самом деле это стимулирует повторные продажи. Да. Привлечение и вовлечение пользователя, во-первых, даёт повторные продажи как самим этим потребителям, так и его окружением. И в этом смысле репутация становится… То есть сейчас очень много споров о том, можно ли померить репутацию, как оценить её влияние на продажи, на такие ключевые показатели собственного бизнеса. Но репутация в текущем нашем состоянии, развитие бизнеса, она, я думаю, уже на несколько порядков выше, чем просто продажи. Да, то есть… Если у вас сейчас хорошо с продажем, это не говорит о том, что у вас горизонт ваш безоблачный. Да, ну то есть это показывают примеры, на самом деле, с теми же IPO, когда бренд, имея показатели выручки и какой-то такой классической бизнес-эффективности, получает гораздо большую финансовую оценку со стороны потребителей, со стороны, собственно, инвесторов, только потому, что люди верят в его репутацию, люди верят в то, что этот бренд будет развиваться и то, что он будет популярным и будет приносить прибыль. Верёмся в практическое поле. У вас автоматизированный сервис, и какие действия должен совершить клиент для того, чтобы получить некое представление о той социальной активности, которая вокруг его бренда в данный момент складывается? Что он должен делать? Он заходит на сервис. Да, он заходит на сервис, регистрируется, там получает бесплатный демо-доступ, в котором он может создать тему. Собственно, тема – это тот объект, который он хочет мониторить. Он задаётся определённым набором ключевых слов. Это стандартный язык поисковых запросов с различными операторами. И, соответственно, мы… Ему подсказывают этих операторов? Да, собственно, есть… Или интернет-магазин каких-то эксклюзивных игрушек, например. Да, ну то есть просто есть определённый набор ключевых слов, плюс есть наша служба поддержки, которые есть… Бывают сложные поисковые запросы. Иногда просто достаточно написать бренд двумя названиями, там на русском и латиницей, и, соответственно, это всё никаких проблем не создаёт. Другое дело, когда есть какой-то бренд, у которого сложное название, там нужно как бы подумать… Ну, название как бы из обыденного языка, да, например, там «Перекрёсток» условно, да, или какой-нибудь, я не знаю, «Копейка», да, просто такое название, его сложно… Ну, то есть мы найдём все упоминания «Копейки», да, которые не имеют отношения в том числе к магазину. А в этом случае, да, то есть мы помогаем создавать поисковые запросы, и после этого человек может, ну, собственно, представитель бренда может работать в этом кабинете, соответственно, смотреть на ключевые какие-то показатели, охват, вовлечённый, география, ну, собственно, опять же, динамика, тональность, упоминания и так далее. Вот. Это то, что предоставляет базовый функционал нашей системы. Другое дело, что ещё одно направление нашей деятельности – это более такая глубокая аналитика, которая связана именно с пониманием тех процессов, как информация распространяется, как целевая аудитория себя ведёт там на тех или иных площадках. Это то, что мы делаем уже, базируясь на нашем основном продукте мониторинги, но это уже доп-опции. Да, доп-опции, да, такие. Вы заявляете об охвате более 500 тысяч онлайн-изданий из 150 стран. Для чего такой чудовищный охват, для решения каких задач они могут потребоваться сразу, или это требование локализации под разные виды бизнеса, под разных клиентов? Просто такой большой объём просто накопился за время существования в обыд. Потому что часто бывает, когда какая-то тема обсуждается на узкоспециализированных ресурсах. Это может быть, например, автомобильная тематика, фармацевтическая. Это гораздо больше отзывов и гораздо больше обсуждений локализовано на специальных площадках. И, собственно, мы их накапливаем с течением времени, с появлением новых клиентов. Безусловно, если мы говорим в среднем и в целом, скажем, по всем нашим темам, которые мы мониторим, то всё равно лидерами остаются 5-10 ключевых площадок, которые всем понятны. Это ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, ЖЖ, Гугл в меньшей степени, скорее Ютуб, площадка. А в зависимости от тематики может быть наоборот. Если это какая-нибудь детская тематика, то Бэби.ру какой-нибудь или Бэби.блог становится доминирующим сервисом. Если вы, например, даёте рекомендации своим клиентам, вы ведь даёте рекомендации и по выбору площадок, как мы говорили. Какими критериями вы руководствуетесь, когда говорите, что здесь эта площадка подходит, предположим, ВКонтакте, а, например, тот же Фейсбук или Гугл Плюс не подходит? Какие критерии вы предлагаете? Прежде всего мы смотрим на то, где сфокусирована максимально лояльная аудитория, и всё равно всё идёт от задач. То есть если эта компания нацелена на получение охвата или какая-то имиджевая компания… Да, или мы можем всем по максимуму сказать, ребята, во всех нужно сейчас попробовать. Да, есть истории, когда… Просто опять же, есть ограничения заказчика, есть бюджет, есть понимание сроков, есть понимание ресурсов, которыми он может управлять. Потому что для некоторых брендов простая задача работы и реагирование на негатив занимает просто все возможные ресурсы, которые компания готова выделить. И тогда всё равно, где увидели пакость… Максимальный охват. Да, туда бежим и там реагируем. Другая история, если есть необходимость выстраивать коммуникацию, какие-то бренды, которые только приходят в социальные медиа, и у них сложная целевая аудитория. Вот здесь более интересная история. Понятно, мы смотрим на посещаемость этих ресурсов, мы смотрим на то, где и как представлена целевая аудитория, что люди пишут, потому что есть понимание, допустим, имиджа бренда у клиента и есть понимание имиджа бренда, который складывается из публикаций в социальных медиа. Вот эти штуки нужно как-то так вот скрутить и как бы сопоставить, чтобы они как пазл одно в другое вошло. И вот как только мы находим вот это вот оптимальное соотношение, тогда, в общем, всё получается хорошо. А как вы меряете такой вот неоднозначный показатель, как эффективность рекламных кампаний в социальных сетях? То есть мы имеем метрики охвата, упоминаемости. К эффективности они имеют достаточно опосредованное отношение, помимо охвата и упоминания. Упоминания ведь могут быть разные. Да, упоминания разные. Есть метрики, такие самые простые, которые связаны именно с охватом, с вовлечённостью, с вовлечённостью, собственно, какое количество людей с этим контентом провзаимодействовало, насколько он был привлекателен. Часто на самом деле этого достаточно, потому что пока ещё очень большое количество компаний всё-таки ставят в свои KPI показатели именно коммуникативной эффективности, а не влияния на продажи. Прямое влияние на продажи можно отследить только очень небольшого количества компаний, которые непосредственно связаны, то есть где можно напрямую проследить лиды. Например, да, перформанс-маркетинг. То есть если это интернет-магазин, то здесь очень просто. Но и с другой стороны, если интернет-магазин пользуется услугами нашего сервиса, то у него и могут быть задачи немножко другие. Он может непосредственно отслеживать упоминание людей, которые ищут какие-то товары и непосредственно предлагать им. То есть это уже работа не такая не аналитическая, а по сути сейлс. Когда мы видим людей, которые сейчас выбирают какой-то товар или интересуются, и, соответственно, туда идёт напрямую по сути предложение покупки. Можно ли говорить о том, что 10 тысяч негативных отзывов и, предположим, 15 тысяч позитивных в результате остаётся некий нейтральный фон? Нет, Метри? Внутренний вес есть этих отзывов, а негатив зато очень радикальный. Тут очень важно смотреть ещё как раз то, о чём мы начинали разговор, о том, как это всё распространялось волнообразно. У нас есть несколько кейсов, которые показывают, что, например, один негативный отзыв, вброшенный или написанный неким топ-блогером, он в течение суток транслируется несколько тысяч раз, получается охват близкий к нескольким миллионам, колоссальная вовлечённость и потенциально очень большой репутационный риск для бренда. Другое дело, если это, например, какие-нибудь отзывы на Яндекс.Маркете, то есть Яндекс.Маркет, как сама по себе площадка, не подразумевает вот этого такого репоста и взаимодействия с контентом. То есть это просто отзывы, на них обращают внимание, они важны для бренда. Но зато да, они находятся именно на той стадии, когда человек близок к покупке. Да, но просто нужно понимать, что есть история, которая провоцируется самими пользователями. Вот есть всплеск, человек написал в сердцах что-то в Твиттере или ВКонтакте. А я вас принял и передал, но я ещё настолько далёк от покупки этого телефона за 30 тысяч или за 40 тысяч рублей, что возможно, что все наши репосты, всех людей, которые не собирались всё покупать, не иметь такой силы на Яндекс.Маркете, я близок. И я и не купил его именно в этот момент. Есть ещё качественные измерения. Просто мы понимаем, что может быть 100 тысяч, скажем так, не тяжёлых, легковесных, положительных отзывов, ой, какой симпатичный ремешок на этом самом телефоне, розовенький. А может быть меньшее количество, но довольно-таки жёстких отзывов, там этот телефон через месяц ломается. Дорогой. Всё-таки, на мой взгляд, да, то есть мы именно с этим стараемся работать. С качеством, не с количеством, не только с количеством. Нет, мы вносим как раз количественные характеристики для каждого отзыва, да, то есть именно потенциал к распространению. Если это пост от топ-блогера, то понятно, что он имеет колоссальные репутационные риски. Если это пост от пользователя, которого никто не читает, ну как бы и что? Или альтернативная история, то, о чём вы говорите. Сообщения, обсуждения, которые публикуются на тематических площадках, да, то есть если это Яндекс.Маркет или какой-то там, я не знаю, автомобильный форум для автомобилистов при обсуждении, они, безусловно, более важны. Но здесь можно просто, собственно, сделать срез и посмотреть, где на какой площадке больше положительных, где больше отрицательных. Понятно, что целевая площадка в этом смысле имеет больше веса. Насколько я понимаю, что оценка вот этого качества аудитории соцсетей, отделения живых от ботов, для вас является серьёзной проблемой, потому что это фактически ваш хлеб, ваша работа, вы замеряете мнение живых людей. Вот, скажем так, насколько вы тоже делаете погрешность, вернее, допускаете эту погрешность, что в ваших оценках вот этого социальной активности там присутствует активность ботовая? Сколько подмес идёт ваши данные? Вот здесь очень интересная история, но здесь уже вопрос именно про более глубокую аналитику, если она нужна. Сейчас очень часто говорят, что вот эта бот-активность, её нужно вычеркнуть. Мы говорим нет, её нужно отслеживать, её нужно каким-то образом ограничивать, но всё равно замерять, потому что вот эта история, она свидетельствует о том, каким образом вот вот это фоновое обсуждение людьми реальными, да, или, например, обсуждение вызвано какими-то информационными поводами, оно добавляется и стимулируется ещё вот какими-то такими специализированными акциями, специализированными аккаунтами. Просто в интернете это гораздо проще отследить, чем, например, в традиционных медиаканалах. Вот, Павел, хочу обратиться к тебе как эксперту. Как ты оцениваешь качество контента, с помощью которого бренда продвигает себя в соцсетях? Вот твое мнение. Вот моё мнение такое, что они не удерживают никакой критики, но, может быть, ты скажешь, что на самом деле ситуация улучшилась всё-таки. Часто происходит такая история. Во-первых, клиенты заказывают не всегда, то есть рынок развивается, да, плюс всегда стремится минимизировать стоимость, и часто реальным исполнителем услуг оказываются какие-нибудь не очень умные люди, которым, то есть, например, стратегию можно разработать очень красиво, очень многослойно и как-то так, да, а реализация её будет очень негативная, ну, такая не очень хорошая, просто потому что там качественно пишут студенты какие-нибудь. Такое бывает. Другое дело, что иногда бывает, что, например, в сообщество попадает контент, который так далеко уводит людей от, собственно, от ценности бренда и от самого бренда, что по большому счёту непонятно, насколько вообще вот влияние, ну да, там есть какое-нибудь сообщество любителей кулинарии, а какое оно имеет отношение к тому или иному производителю, да, там каких-то продуктов питания. То есть вот эта связка между хорошим контентом и всё-таки лояльностью к бренду, она часто отсутствует. Это тоже проблема. Ну, а вот пути решения какие-то предлагаешь. Я понимаю, что говорите непосредственно о своём бренде, изучайте аудиторию, но чисто технически, да. Чисто технически нужно не жалеть средств для того, чтобы с этим работать. То есть понятно, что это во многом наша задача, да, показывать успешные кейсы того, как реализуется, собственно, мониторинг, аналитика, там, стратегия и, собственно, развитие бренда. Но, как это ни странно, текущее состояние рынка, оно такое, что очень мало квалифицированных кадров, причём с точки зрения именно со стороны брендов, потому что они часто не понимают, что им надо делать и настолько готовы воспринять какую-то очень простую идею, которая даёт быстрый тактический результат, но в стратегическом таком видении это не приводит к никаким результатам. Да, сделали сообщество, нагнали туда какую-то аудиторию с помощью не очень хорошего контента. По итогам это происходит, ну, непонятно вообще, какая ценность к бренду. Как я заметил, лучшие советы вообще происходят от «Капитана Очевидность», только почему-то их никто не слушает. Видимо, это так вот происходит. Но я хотел бы всё-таки лучше вернуться, вернее, затронуть такую тему, как война. Всякий раз мы уже понимаем, что когда есть работа с отзывами негативными, позитивными, это такие военные действия. По каким признакам можно определить, что против вас ведётся информационная компания, враждебная информационная компания в соцсетях? Клиент может получить сигнал сразу из вашей системы, что это такая целенаправленная идёт война, враждебная действия? Клиент может получить… Или уже при консультации. Да, клиент может получить уведомление, если происходит какой-то всплеск. Да. А другое дело, что всё-таки мы не только система мониторинга, мы ещё в некотором смысле аналитическое агентство такое. И часто бренды заказывают у нас не только сам мониторинг, но ещё и какие-то регулярные отчётности по тому, как он присутствует в социальных медиа. Причём не только он, но и его конкуренты, соответственно. В итоге, вот в этой отчётности мы показываем, что происходит, за счёт чего происходят какие-то информационные всплески. Иногда происходят настолько интересные военные действия, настолько хорошо спланированные, многоходовые… Ну, это видно, что это не случайность, это не ошибка бренда. Это вот действительно спланированная, многоходовая, хорошая компания. То есть, опять же, я это вижу, поскольку просто давно этим занимаюсь. Просто наметанный глаз. Да, да. То есть можно посмотреть, что есть какой-то всплеск, например, который происходит в нетипичное время с помощью странных аккаунтов. Например, одновременно на нескольких площадках, что довольно редко бывает. Да, через определённые, условно говоря, графики распространения информации. То есть мы визуализируем это с помощью графов того, как он идёт, насколько быстро это происходит, насколько быстро происходит затухание, потому что если это… Не поддерживая компанию, то она и сама быстро затухает. Да. То есть… Но резонанс ведь может быть какой-то вызван искусственными факторами. И иногда он достигается вплоть до реальных действий в физическом мире. То есть у нас был кейс, когда мы анализировали одного политика, и информационная война, спланированная в социальных медиа, была доведена до того, что ему пришлось реально оправдываться перед прокуратурой. Какие-то публичные министерства выходило с публичными заявлениями о том, что это всё неправда и на самом деле всё фигня. А интернет просто был запрограммирован таким образом, что новость стала настолько популярной и важной, что её нельзя было уже игнорировать. И такие случаи, на самом деле, они очень красивые именно с точки зрения аналитического взгляда. А какие есть эффективные способы борьбы с такими враждебными акциями? Есть какие-то советы типичные первой помощи, что действуют? Что делать в таких случаях? Как защититься от враждебной акции такой? В тот момент, когда эта акция пошла, безусловно, нужно вводить какие-то контрдействия. То есть, например, смещать фокус внимания. На самом деле, это делается. Причём, если мы посмотрим на масштабный, глобальный уровень нашей информационной политики, нашей страны, это делается вообще очень красиво. Всегда. Технично. Да, это делается технично, как переключается внимание общественности с одного информационного повода на другой. Другое дело, что если это какая-то локальная история бренда, понятно, что он должен справляться своими силами. Масштабом все страны, к сожалению, не смогут манипулировать. И здесь нужно понимать, если это, например, реально недовольство пользователя, которое… Просто пользователи с высоким весом в социальных медиа, то здесь, конечно, нужно просто идти к этому пользователю и с ним работать. Пытаться его вовлечь, перетянуть на свою сторону. И это, на самом деле, работает гораздо чаще, чем люди думают, что оно не работает. Нормальный случай, когда бренд показывает себя, что он с человеческим лицом, в том, что те ошибки, которые он сделал, у всех бывают. Другое дело, когда это спланированный чёрный пиар, тут, конечно, нужно вырабатывать стратегию. И вариантов, на самом деле, очень много, в зависимости от того, насколько у компании хватает фантазии и некоторых возможностей, в том числе и каких-то, может быть, даже где-то моральных. Ну что ж, Павел, большое спасибо за содержательный рассказ. Я думаю, что без таких компаний, как ВОБОД, нам было бы трудно разобраться в том информационном хаосе, который сейчас творится в социальных медиа. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор по исследованию компании ВОБОД Павел Лебедев. Это была программа «Бизнес онлайн». Оставайтесь с нами, задавайте вопросы, предлагайте темы. Всего вам доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова